здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала я нахожусь в антикварной лавке по размерам больше похожей на пещеру аладдина чего тут только нет даже дедушка ленин есть его и вам покажу позже а пока посмотрите что можно купить в чешском антикварном магазине несколько лет назад я уже здесь была и мне приглянулась ну скажем так одна вещица и вот совсем недавно я проезжала мимо и решила заглянуть без всякой надежды что она еще там но я ошиблась она меня ждала интересно вы догадаетесь что же я здесь купила она будет среди предметов которые я снимала на некоторых предметах можно увидеть цены все цены указаны в чешских кронах очень много предметов интерьера посуда в основном чешских производителей картины уже настолько старые что они покрыли слоем пыли самые ценные предметы стоят в шкафах и мне неудобно было открывать и залезать в эти шкафы чтобы снимать поэтому немножечко отсвечивает стекло нож как есть вот мне очень понравилась эта чашка я ее держала в руках стоит она 850 крон но это не ручная роспись это деколь но очень хорошо выполненная и продавец сказал что возраст этой чашки около 120 лет но на ней нет клейма кто где ее произвели неизвестно сервиз стоит 850 крон в таком стиле арт-деко очень симпатичный но не в моем вкусе такую лампу я хотела бы купить но по бюджетной цене я пока не нашла елочные игрушки но не очень интересные поскольку они такие простенькие молочник мне тоже очень понравился и я уже уходя забыла его посмотреть и спросить сколько он стоит а тут целый набор на кухню различных предметов для хранения и на такой запыленной полочке спрятались миленькие даже очень кофейные чашечки есть и скульптура есть и бронза а сейчас вы видите продукцию чешских фарфоровых заводов так называемый розовый фарфор какие-то старинные фотографии стекло есть там музыкальные инструменты сервиз где-то 60-х годов судя по форме но и что-то китайское или опять же японское вот этот сервиз мне очень понравился он такой парадный богато украшен золотом этот сервиз по моему тоже стоит 850 крон зеленый ну и чашечки по одной это уже для тех кто собирает для коллекционеров но не смотрела что это за заводы кто производитель вот эта миленькая чашечка кофейная мне тоже маленькая понравилась детские игрушки с этой стороны это игрушки где-то наверное 80-х годов есть и винтажные куклы вот вы их сейчас видите это куклы из целлулоида чешских и немецких производителей и даже есть матрешки насколько стоит матрешки видно что они уже такие старенькие я опять же не узнавала мишка вот стоит 400 крон а здесь за стеклом мне как раз сейчас продавец показывает на фигуры ленина это его коллекция она не продается я у него спросила он сказал что как ни странно многие хотят купить но он их не продает всем отказывает я у него спросила если у него бюст сталина на что он сказал что сталина нет но совсем недавно у него купили плакат с изображением сталина этот плакат носили на 1 мая когда был социализм в чехословакии причем этот плакат провисел всего лишь два дня и его купили купили его чехи купили для того чтобы дома оформить уголок такой ностальгии по социалистическим временам вот такая интересная история а теперь перейдем к тому что же я купила в этом антикварном магазине кто-то догадался что я привезу именно ее или нет во время видео сложно снять ее чтобы было видно в полный рост она полностью в аутентичной одежде сейчас я сниму ее шапочку волосы это просто свалявшийся какой-то комок аккуратненько если внутрь посмотреть то видно что все целое головку целая реставрации не было она конечно очень очень грязненькая просто чумазая вся она долго сидела долго меня ждала в этом магазине потому что я увидела еще до корона вируса в магазине но она стоила совершенно неприлично для меня денег может быть для кого-то это в общем-то и небольшая была бы сумма но мне показалось что это очень очень дорого и вот я дождалась когда цена на куклу снизилась и еще когда я приехала продавец немножко уступил и теперь она будет жить у меня не такие ручки маленькие никто ее не чистил это нам еще все предстоит такая чумазая что наверное назову я ее настенька а вот когда она уже отстирается приведет себя в порядок станет настась филипповной что касается производителя куклы но еще можем с вами подглядеть ей под платьице если чуть-чуть я ее не раздевала еще не знаю в каком там состоянии одна ножка чуть-чуть более свободно чем другая но видимо там продавец сказал растянулось крепление но все это я увижу позже вот у у нее такая под юбка или как это назвать потом еще под юбка потом у нее штанишки потом у нее такие чудные связанные чулочки когда они там крепятся хитро на веревочку платье насколько я понимаю не специалист на она подшито вручную очень очень аккуратно это что-то типа пелеринки но тоже видимо судя по швам это все шилось вручную такая вот она зубки у нее тут все на месте прекрасная сохранность учитывая век этой куклы но продавец сказал где-то начало двадцатого столетия вот но сейчас мы с вами посмотрим на производителя ну и мы видим что это куколка немецкая фирма arman marseille mold 390 n и у нее есть еще и номер патента 2 4 6 дробь 1 размер куколки где-то около 4 хотел сказать по-чешски около 40 сантиметров так ну вот чтобы посмотрели чего видны будут ее глазки они у нее карие показать чтобы и снять и увидеть да не закрытые глаза карие глазки вот у нее есть зубки из-за чего многие этих кукол не очень любят боятся еще у нее есть же ботиночки ботиночки они между прочим стоптанные куда-то находила эта кукла вот видите ботиночки у нее стоптанный один ботиночек с помпоном а другой нет ну в общем предстоит тело у нее деревянная головка фарфоровая предстоит нам теперь с ней купаться приводить себя в порядок одежда конечно останется это ей не буду просто постираю не буду шить и для нее новое платье пусть уже какой она есть такой есть единственное если после стирки но что-то случится вдруг непредвиденное вот а так я хотела бы чтобы она во всем этом осталось вот волос конечно я не знаю что с ним делать посоветуйте если кто-то имеет тупо то песню как снять видите не хочу печально наверное паричок я ей сделаю уже новенький но она же заслуживает как красавица нового речка вот такая у меня теперь настенька живет кстати фильма русская социалистические времена был очень популярен в чехии да и совсем недавно тоже дети его хорошо знают видео я обращала ваше внимание на продукцию чешских фарфоровых заводов это так называемый знаменитый розовый фарфор история рассказывает что розовый фарфор появился во франции благодаря маркизе помпадур которая не хотела пить кофе из белых чашек и вот северские мастера придумали специально для неё окрашивать при запекании фарфор такой вот розовой глазурью даже появилось название специальная роза помпадур красавица очень любила розовый цвет так как такая посуда при интенсивном использовании постепенно теряла свой декоративный вид краской стиралась то чешские мастера придумали другой метод окрашивания они добавляют розовую краску не непосредственно в саму фарфоровую массу и при различных температурах обжига при различной интенсивности длительностью обжига получается та или иная интенсивность окрашивания если вы увидите такой знак на фарфоровом изделии то это знак знаменитого фарфорового завода который находится неподалеку от карловых вар в местечке ходов это старейшее предприятие которое производит одно из первых вот этот знаменитый розовый фарфор то что вы видите это конечно деколь ну а золото это ручная роспись чашечка не антикварная и даже не винтажная она вполне себе современная купил я ее не так давно на барахолке их две у меня пара вот такие замечательные конечно это уже по размеру чашки не кофейные а чашки для чая но они у меня стоят как декоративный чай я из них не пью а просто любуюсь если вам понравилось видео ставьте лайки не оставайтесь равнодушными пишите ваши комментарии они очень помогают в продвижении видео я вам благодарна за каждый ваш комментарий всего вам наилучшего и до новых встреч всем пока